Книги имеют удивительную способность переносить нас в другие времена, места действий, познавать, казалось бы, невообразимые, расширяя наши горизонты и заставляя нас переживать яркие эмоции вместе с героями. Вспоминая любимое произведение, можно окунуться в приключения, порадоваться фантазиям авторов. И сегодня как раз такой день. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. 31 июля отмечается День вспоминания любимых книг. Этот день отличный повод вспомнить любимые произведения, ведь каждый человек среди сотен прочитанных им книг без труда назовет те, которые зацепили за душу. Мы решили узнать у тверичан, какие книги они читают и какая запомнилась больше всего. Люблю, читаю, ну как есть свободное время, стараюсь. Ну вообще люблю детективы. Книга «Дом в котором» Мария Петрося написала. Просто настолько погружает в свою атмосферу, что когда дочитываешь, так ощущаешь, что ты в каком-то непонятном мире только что побывал и очень неожиданно возвращаться в реальность. Я больше люблю психологию, все, что касается психологии. Ну, некоторую классику тоже люблю перечитывать. Ну вот прямо сейчас я читаю книгу, которая связана с историей религий. Разных религий я, к сожалению, автора не помню, но вот она касается именно источника, откуда берутся религии, какой психологический подтекст, почему люди интересуются этим, и почему это нужно людям. Мастера Маргарита. Такая особая запутанность есть в сюжете. Я думаю, нужно для развития мозга, и чтобы вообще можно было спокойно говорить. Мы сейчас в основном у вас возраст такой, мы детскую литературу читаем. Так что на себя, к сожалению, времени нет. Я читала еще в институте романы, я очень любила. Я к книгам позитивно отношусь, довольно-таки часто читаю. Научную фантастику, она как будто более интереснее, чем обычная литература. Мы любим разные, мы любим. Вот, например, мы сейчас читаем Пардус книга, читали Гарри Поттера, раза три перечитывали. Ну и любим нашу классику тоже. Грамотность прежде всего, умение разговаривать, поставить речь свою. Большинство опрошенных тверичан любят читать и без затруднений могут назвать любимые произведения. Книги развивают силу воображения, укрепляют память, увеличивают словарный запас и позволяют повысить общие знания. А также различные исследования показали, что книги являются эффективным способом снижения стресса. И, как сказал известный писатель Эрнест Хемингуэй, нет друга более верного, чем книга. Продолжение следует...